Скоро переходим к ещё более важному персонажу, у которого нехило подгорает. Я имею в виду Евгения Пригожина, потому что, конечно, он сорвал все аплодисменты 9 мая своим счастливым дедушкой. Все мы думали, что будем обсуждать парад, а мы обсуждали речь Пригожина по поводу счастливого дедушки, который оказался законченным чудаком. А у меня вопрос. Прихожин, так я понимаю, тоже что-то знает, если он так себя ведёт. По Пригожину более сложная ситуация, она двояркая. Мы сейчас разберём, но, безусловно, он, конечно, гораздо глубже знает, чем то, что знает Путин, или то, что знает Шойгу. Несомненно, он находится непосредственно, собственно, в зоне боевых действий, непосредственно он там находится очень долгое время, он может оценить динамику. Я напомню вам, помните, когда он заходил 16 марта 2022 года, и те заявления, которые он делал на протяжении первых шести месяцев по поводу того, что мы буквально завтра до Киева зайдём, а там уже оперативный простор открыть до Варшавы и так далее. Сейчас он намного более реалистично оценивает то, что происходит. И вот тут переходим к двойственности позиции Пригожин. Я понимаю, с одной стороны, почему он эти делает бесконечные, ежедневные такие включения, стримы, что ли, потому что он лишился доступа к ресурсу, он лишился доступа к рекрутинговому ресурсу, безусловно, к ресурсу инструментальному. Более того, он на некоторое время, насколько я понимаю, лишился возможности выйти в любой момент из игры, выйти в любой момент из игры, потому что всё-таки Пригожин больше ориентирован на африканский рынок. Ну то есть он ориентирован, вернее, на те войны, где, собственно, не несёт потерь, я бы так сказал. Ну то есть там, где он может вести себя вызывающе, запугивающе, но в то же время не будет терять свою живую силу. Ну то есть своих, собственно, рекрутов. Здесь он имеет другой тип войны. Здесь он имеет войну, когда его демонстративно уничтожают. Причём это делают с двух сторон. С одной стороны, он идёт в атаку, его уничтожают вооружённые силы Украины, несомненно, потому что он наиболее боеспособные, скажем, части контролирует. А с другой стороны, он окружён штрафбатами классическими, ой, заградотрядами классическими, и выступает в роли штрафбата. То есть шаг назад, к нему сразу будет применена инструкция, что он является предателем. Ему даже, по-моему, Кадыров прямо это сказал. И, соответственно, будут их там расстреливать, остатки. Не забываем, что параллельно с этим идёт процесс эрозии Вагнера. Ну то есть у Вагнера начинают переманивать, мы об этом уже неоднократно говорили, переманивать наиболее, скажем так, талантливых, ну если можно так говорить, талантливых командиров, среднего звена забирают в другие частные военные компании. Но тут у меня как бы возникает двойственность по отношению к Пригожину вот какого рода. Ведь он же не является непосредственно порученцем Путина, давайте объективно. Он же является непосредственно порученцем других людей. Насколько я понимаю, за ним активно присматривали одним глазом Ковальчуки, ну или Ковальчук младший, скорее всего, и одним глазом присматривал Сечин. То есть они реализовывали свои задачи, в том числе на внешних рынках через него. И безусловно, мне кажется, что он какую-то полезную роль для этих людей продолжает играть. И мне кажется, что Пригожин вот полгода назад начал резко пытаться монетизировать свой военный, скажем так, публичный капитал в политический публичный капитал, с какими-то другими целями, с целями там перераспределения влияния внутри окружения Путина, или по мере ослабления Путина усиление каких-то других составляющих в этом окружении и так далее. И мне кажется, эта игра продолжается. То есть я бы все-таки не говорил, что Пригожин безусловный аутсайдер в схватке с Минобороны. Мне кажется, что здесь еще далеко непонятно, кто в итоге окажется проигравшей стороной, и кто в итоге будет отвечать за безусловную катастрофу на Донецко-Луганском направлении. Михаил, смотрите, вот по поводу Пригожина у меня к вам несколько очень важных вопросов. Вопрос первый. Вот вы меня немножко удивили, когда сказали, что Пригожин, с вашей точки зрения, представляет Ковальчука и Осечина, потому что Пригожин и его контора являются нарушением монополии государственного насилия. И Путин является такой control freak, то есть это человек, который контролирует все, только что, значит, конфеты можно делать без ведома Путина, и то еще не факт. Соответственно, возникает вопрос, как человек, который монополизировал медиа, нефть, газ, разрешает частную компанию. Единственный ответ, который, очевидно, давать, вот у нас вчера на стриме профессор Славик, кстати, очень подробно говорил о том, что в Африке Пригожин, конечно, представлял самого Путина. Более того, какие-то большие африканские проекты, чуть ли не африканские бункеры, но об этом мы и будем говорить. А я о другом. Что вот такое поведение Пригожина, если вдуматься. Вот Вагнер, с моей точки зрения, это такой офшор. Вроде как у Сталина был комментарий, и все говорили, что это типа что-то другое, а на самом деле это был Сталин. Точно так же Вагнер, это на самом деле записано на Пригожина, а это Путин. И получается, что это вот как если Баралдугин сказал, что ой, а у меня на счетах 2 миллиарда, это мое. Вот то, что делает Пригожин, когда он говорит, что это мое, это по сути уже восстание против Путина. Как он уводит у него ценный актив. Это прям в райдерский заход. Так, давайте тогда по порядку начнем с монополии на насилие. Так, а монополия на насилие не разрушена. Сейчас идет поиск, ну то есть грубо говоря, Вагнер был неинституализированным элементом монополии этой же. То есть грубо говоря, и кстати это одна из задач была, насколько я понимаю, в рамках этой войны у Пригожина институализировать частные военные компании как неотъемлемый элемент единой оборонной системы России. Не просто как какой-то частный бизнес, который выполняет другие задачи на третьих рынках. Поэтому это тоже, кстати, одна задача, которая так и не решена. Потому что я думаю, что если бы операция успешно была завершена для России, я имею в виду, вот особенно в марте прошлого года, если бы оно быстро все было закончено позитивно для России, то наверное Вагнер бы получил другой институциональный статус. Не просто частная военная компания, а частная военная компания. И она была бы легализована, кстати, и в международном плане, и в международном поле. Это первое. Второе. Ну Путин же не напрямую общается с такими, как Пригожина. Давайте объективно. У Путина как раз для этого и нужна прослойка, в которую входят те же Ротенберг, тот же Ковальчук младший, тот же Патрушев, ну для других задач и так далее и тому подобное. Они и являются, скажем так, инструментами проведения политики, которую себе в голове рисует Путин. И безусловно, в какой-то момент, ну условно говоря, в данном случае мы сейчас говорим о аффективном поведении Пригожина, в какой-то момент Пригожин увидел, что он игнорируется в своих запросах. Ведь я напомню, летом и осенью прошлого года, и даже в момент, когда Суровикин возглавил объединенную группировку и атаковал крылатыми ракетами Украины, у Пригожина было ощущение, что он доминантный теперь в этой войне. То есть он является главным креатором войны, то есть, соответственно, Шойгу уходит на второй план. Вы помните, да, этот конфликт Лапин, Шойгу, Герасимов, которые постепенно, типа, уходили на второй план. И Пригожин в тот момент, как бы, почувствовал свою уже субъектность, субъектность человека-непорученца. Я тут хочу подчеркнуть, посмотрите, одно дело Пригожин долгое время считал себя порученцем, которому передавали необходимость выполнения каких-то задач. А вот в момент, когда Суровикин возглавлял и атаковал территорию крылатыми ракетами, а Пригожин был главной ударной силой в Солидаре, верну немножко назад, вот тогда Пригожин переоценил свою субъектность и посчитал, что возврата к его статусу порученца не будет дальше. И теперь на его глазах разрушают единственный инструмент его карьеры последующей, которую он уже в голове прорисовал, что он станет кем-то другим в окружении Путина. Он будет сидеть, если не на первом столе, не за первым столом, то, по крайней мере, за вторым-третьим точно, а не будет просто бегать, чего изволите. И вот это сыграло с ним злую шутку. То есть, смотрите, теперь психологический профиль Пригожина, он находится все время внутри большой войны. Ну, то есть, непосредственно. Не сидит где-то как Шойгу там в кабинете, расслабленная и так далее. Он все время находится в давлении. На его глазах его отсекают от основного ресурса. Он ведь воевал как? Сколько бы зеков не было уничтожено в рамках концепции Вагнера, он получит столько же, таких же. То есть, у него, соответственно, все время будет резерв для того, чтобы продвигаться вперед и показывать успешный результат. Вот и все. И вот он находится в таком психическом состоянии. И вдруг все это обрезают и в какой-то момент он осознает, что его могут сделать крайним, что кроме того, он хотел надуться резко политически. А сейчас не то, что политически, он теряет монополию на специальные военные заказы на внешних рынках. Но это может повредить психику. И мы видим проявления, и кстати, такие проявления будут все больше и больше дальше от людей, которые себя переоценили в какой-то момент. Напомню вам более примитивный пример, очень яркий. Это Гиркин тот же, да? Ну то есть, человек, который думал, что он очень экспертен, что как только возникнет какой-то серьезный конфликт, он будет востребован на уровне чуть ли не главного планировщика в генеральном штабе. Он будет там сидеть за столом и рассказывать, как нужно проводить мобилизацию, как нужно милитаризацию проводить страны, как нужно переводить на военные рельсы, какое должно быть масштабное планирование операций, какие войсковые операции должны быть. А на самом деле ему показали, что ты никто. Ну ты просто там какой-то комментатор левого толка. Вот обнуление ожидания... Правого попрошу. Что? Правого толка попрошу. Да, ну я сейчас левый не в плане идеологии, а в плане бесполезности. И соответственно, вот то же самое, но только уже в другом, совершенно в другом масштабе проявилось у Пригожина. И кстати, между прочим, такой же феномен ожидает Кадырова, который постепенно, вы видите, сам исползает с ниши человека, которого надо бояться, человека, который затаился, потому что понимает, ну соответственно, свое несоответствие тому, скажем так, фатальному развитию событий, которые на его глазах происходят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok